Это Бульс дня и мы продолжаем. Учения по защите ядерного чемоданчика на случай непредвиденной ситуации проводят в Пентагоне. При этом офис генерального инспектора Министерства обороны не уточнил, что именно послужило причиной такой тренировки. Чемоданчик официально, он именуется экстренным президентским портфелем, позволяет поддерживать связь для отдачи приказов о ядерной атаке. Проверка началась в этом месяце, сроки ее окончания не называют. Американские военные нанесли воздушный удар по группировке Аш-Шабаш на территории Сомали. Как считается, она связана с Аль-Каидой. Все случилось примерно в 700 километрах к северо-востоку от города Магадиша. Как сообщается, африканское командование США нанесло единичный удар в координации с правительством Сомали. Оценка боевого ущерба еще не завершена из-за продолжающихся столкновений между Аш-Шабаб и сомалийскими силами. Однако, по имеющимся сейчас данным, в результате удара гражданские лица не были ни убиты, ни ранены. Сомалийское правительство в своем заявлении подтвердило факт удара. Продолжая милитарную тему, турецкий лидер Раджеп Таип Ардаган рассказал об условиях, на которых его страна готова взять аэропорт столицы Афганистана Кабул под свою защиту. В первую очередь, Соединенным Штатам следует встать на нашу сторону с точки зрения дипломатии. Во-вторых, с точки зрения логистики. Американцы должны передать нам все имеющиеся материально-технические средства. И, наконец, в ходе этого процесса неизбежно будут возникать серьезные административные и финансовые трудности. Поэтому США должны помочь Турции и в этом вопросе. И только если все эти условия будут выполнены, мы возьмем под свое управление Кабульский аэропорт. Талибан уже пообещал Турции проблему в случае, если этот план окажется реализованным. Эрдоган, выступая с речью на территории непризнанного Северного Кипра, дал понять. Угрозы единоверцев он услышал, однако от плана ввести в Афганистан войска отказываться все равно не спешит. Для Анкары этот шаг еще и своеобразный акт примирения с Вашингтоном, ну или попытка примирения. Миссия в аэропорту поможет успокоить отношения с Соединенными Штатами, которые пребывают в состоянии напряжения сразу на нескольких фронтах. Особенно они обострились после покупки комплекса противоракетной обороны российского производства. Уезд Дара и Суфибала в афганской провинции Самангана на северо-западе страны очищен от талибов. Минувшей ночью объединенные силы безопасности отряда народного ополчения провели спецоперацию. В воскресенье пресс-секретарь МВД Афганистана распространил информацию. Правительственные силы восстановили контроль над уездным центром Малистан, провинции Ганзи в центре государства. Кроме того, правительственные войска отбили у талибов второй за последние два дня. Уезд к северу от Кабула в провинции Парван, Сурки, Парса и Шехали. А в пятницу выбили талибов из двух уездов в соседней с Парваном провинции Бумиян. Но несмотря на обнадеживающие новости, эти победы скорее тактические, нежели стратегические. Исламисты по-прежнему удерживают значительную территорию под своим полным контролем. Соседи это видят и на всякий случай готовятся к разным сценариям. Вооруженные силы Таджикистана проводят крупные учения на севере страны. В Узбекистане военные приведены в боевую готовность, усилена безопасность границы. А туркменская армия, по неподтвержденным данным, уже могла вступить в боестолкновение с Талибаном. Двое офицеров и 16 солдат вооруженных сил этой страны погибли рядом с границей, с афганской границей. По официальной версии, в результате ДТП произошло оно, как утверждается, около столицы Ашхабада. Однако источники среди родственников утверждают, погибших военных привезли из Марыйского вилаята, граничего с Афганистаном. Также на похоронах присутствовали военные, которые строго запрещали открывать гробы. Есть предположение, что чрезвычайное происшествие, которое выдают за аварию, на самом деле имеет отношение к активности Талибана на границах с Туркменией. По неофициальным данным, Ашхабад стягивает войска к рубежам, которые граничат с Афганистаном, а семьи военных уезжают из этих районов. Боевые действия в Афганистане и захват территории исламистами парализовали жизнь в пограничных районах. Торговые лавки на главном рынке пакистанского города Чаман буквально вымерли, покупатели отсюда исчезли. Крупный рогатый скот на рынке недоступен. Раньше он поступал из Афганистана. В настоящее время границы перекрыты, и они запрещают ввозить что-либо. В результате цены пошли вверх. К тому же люди тоже перестали передвигаться. Бизнес встал. Пакистанский город Чаман находится на границе с афганским спин Балдаком. Недавно в этом районе состоялись бои между талибами и правительственными войсками. Пакистан частично закрыл свою сторону госрубежей, опасаясь продолжения боевых действий. Сегодня границу ненадолго вновь открыли. Наши люди из Чамана, которые застряли в Афганистане, теперь вновь могут вернуться. Как только они приедут сюда, даст бог торговле возобновиться. Боевики талибана захватили пограничный переход в спин Балдак-Чаман на прошлой неделе. Это второй, по важности, пункт пересечения границы с Пакистаном и основной источник доходов для официального, но пока еще действующего правительства в Кабуле. Тут, если мы, да, действительно говорим про Эрдогана, который, как ты говоришь, хочет и по утверждению многих экспертов, политических консультантов, хочет наладить, навести какой-то мост к Байдену. Помириться с помощью аэропорта. Да, и он, когда говорил с Байденом, говорил, что турецкая армия будет контролировать только аэропорт Кабул, и больше ничего в обязанности турецких военных ходить не будет. То есть это такая достаточно локальная миссия, которая будет следить за тем, чтобы уход войск НАТО, американских войск уходил без каких-то конфликтных ситуаций, без обострения, действительно, без сучка и задоринки, чтобы все прошло. Вот для этого, в общем-то, Эрдоган предлагал свой план. Но Эрдоган не был бы Эрдоганом, если бы его план не предусматривал каких-то действительно потаенных идей и каких-то действительно очень глубоких, глубинных даже замыслов. Потому что Эрдоган, скорее всего, хочет навести мосты не только с Байденом, но еще и с пакистанцами. Потому что мы понимаем, что у Эрдогана неплохие отношения с Пакистаном. У Пакистана свои интересы, своя заинтересованность в афганской территории. Талибы относятся плохо к намерениям Эрдогана, но неплохо относятся к Пакистану. Вот теперь вот этот вот узел нужно будет каким-то образом разрубить и понять, чего же на самом деле хочет Эрдоган. Возможно, он преследует свои идеи панк-тюркизма, о которых он говорил очень часто. Любой, скорее всего, президент с диктаторскими замашками хочет как можно больше территории. Там уже такое ощущение, что даже не просто панк-тюркизм, потому что все-таки Афганистан это ближе к иранцам. Там проживают какие-то тюркские населения. Есть просто версия, что он хочет быть главным в исламском мире и пытается занять там какую-то подобную позицию. Поэтому, возможно, и талибы сейчас негодуют и всячески угрожают турецкой армии, и частности Эрдогану, что не потерпят присутствия даже горстки турецких войск в этой стране. Если мы говорим о том, что же ждет, ждет ли затяжная гражданская война жителей Афганистана, либо это будет что-то похлеще, но, скорее всего, очень скоро мы узнаем ответ на этот вопрос. Ну, скорее всего, война действительно будет в том или ином виде продолжаться, поэтому тут не нужно строить иллюзии. Даже когда американские войска там были, все равно нельзя сказать, что ситуация была спокойная. Талибы так или иначе совершали террористические акты, были какие-то нападения на афганские силы безопасности, и в стране не получилось создать какую-то инфраструктуру, вообще не получилось создать страну на этом куске, суши которой находятся в этой географической точке. Но вот почему это может быть нужно Эрдогану, потому что с Эрдоганом в том числе также ведет игру, и это очень интересная игра, госдепартамент. Вот, в частности, заявление, которое прозвучало сегодня, оно принадлежит заместителю госсекретаря по политическим вопросам, немало известной Виктории Нуланд, которая, в общем, сама раньше занимала высшие верха в госдепартаменте, ну, разумеется, при администрации Обамы это еще было. Так вот, она пригрозила Турции новыми односторонними санкциями за покупку вооружения и военной техники у Кремля, и это произошло в ходе слушаний в Комитете по иностранным делам. Тут, пожалуйста, вот есть у нас цитата, которая принадлежит госпоже Нуланд, и я ее полностью зачитаю. Мы продолжаем возражать против покупки и развертывания Турции российской системы ПВО С-400, и ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружения у России повлекут за собой дополнительные санкции в рамках американского закона. Продажи Вашингтоном Анкаре и совместное производство с Турцией истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 будут продолжать оставаться приостановленными. Мы продолжаем предлагать им разные способы выхода из этой ситуации, в том числе на нашей последней встрече на высшем уровне, и мы продолжим это делать, вести этот разговор. Еще раз, это вот слова Виктории Нуланд, которые прозвучали во время слушаний в Комитете по иностранным делам. И, конечно же, наверное, Эрдогану санкций новых не хочется, потому что это действительно уникальная, интересная ситуация, когда страны, формально являющиеся друг у друга, ну хотя бы военными союзниками в рамках одного военно-политического блока НАТО, переходят к такому явлению, как санкционная политика, и в этом смысле, конечно же, ну, понятное дело, выходить из этой ситуации как-то Эрдогану бы очень хотелось. Просто вопрос, будет ли достаточно одной охраны Кабульского аэропорта лишь для того, чтобы каким-то образом вся вот эта большая санкционная политика в отношении Турции санкций принимали не так много, как в отношении какого-нибудь там Ирана, предположим, понятно, что это абсолютно несопоставимые категории, но все равно, что принято, то принято, и просто так оно в одночасье не отменяется, тем более, если у власти продолжает оставаться все тот же Эрдоган, который проводит всю ту же политику, какие-то элементы давления, то есть вот эти вот кнопки, на которые можно нажимать для того, чтобы Эрдоган был сговорчивым, они, конечно же, в распоряжении Вашингтона наверняка оставаться должны. Ну и просто напомним здесь историю вопроса. Турция, да, действительно, это единственная мусульманская страна, входящая в НАТО, при этом, что, в общем, было приятно на протяжении многих лет, она была светская. Эрдоган сейчас всю эту историю пытается, значит, свернуть и устроить там религиозное исламское мракобесие, по крайней мере, очень много для этого сделал. И она входит в НАТО, и, да, входит в НАТО, и наряду с тем, что Турция входит в НАТО, она приобрела комплексы С-400, это российского производства зенитно-ракетные комплексы, и это началась история еще при предыдущей администрации, потом Эрдоган долгое время играл, он говорил о том, что приехали инструкторы, но из России для наладки этих комплексов мы их не наладили, потом также сообщалось, что, мол, может быть, Турция их обратно Москве отдаст, но прошло время, и мы видим, что Эрдогану по всей вероятности доверять, ну, мягко говоря, не стоит, потому что комплексы стоят в Турции, никуда они не уезжают, и есть вероятность, то, что вероятность, это совершенно очевидный факт, что никуда отказываться от этой техники османское государство не будет в лице Эрдогана, и попытаются сохранить это для того, чтобы поставить на баланс на вооружение. Пока же переходим к следующей части пульса дня. Оппозиционному политику, экс-главе движения «Открытая Россия» Михаилу Ходорковскому и Андрею Пивоварову в Краснодаре продлили срок содержания в следственном изоляторе, подробности после короткой паузы.